Здравствуйте! В эфире новости Смоленской АЭС. В студии Татьяна Ионкина. Мы расскажем вам о важных событиях, которые происходили в жизни атомной электростанции на прошлой неделе. Смотрите сегодня в выпуске. Каждый дневный наш рабочий день – это тоже подвиг. Вы знаете, в какой серии мы работаем, в какой отрасли работаем. Выездное заседание директората концерна «Росэнергоатом». На плановом совещании с руководителями подразделений директор станции сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». Фактическая мощность на сегодня – 21 775 мегаватт. Выработка по концерну – 103,3%. О техническом состоянии Смоленская АЭС сообщил главный инженер предприятия. На Смоленской АЭС в работе три энергоблока. Суммарная нагрузка – 3130 мегаватт. Существенных замечаний по работающим блокам нет. О ходе реализации ПСР-проектов на Смоленской АЭС доложил заместитель главного инженера Олег Кужиньязов. На сегодня открыто 38 ПСР-проектов и реализовано два. На Смоленской АЭС было принято к реализации и оплачено 131 предложение по улучшению. В апреле за принятые ППУ 59 работников премированы на общую сумму более 40 тысяч рублей. Выработка электроэнергии за 15 дней мая составила 988 миллионов киловатт-часов электроэнергии. С начала года выработка составила более 8,5 миллиардов киловатт-часов, что превышает план на 152 миллиона киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Ежегодное выездное заседание директората концерна «Росэнергоатом» под руководством генерального директора Андрея Петрова прошло 11-12 мая на площадке Смоленской АЭС. По сложившейся традиции участники директората почтили память бойцов Красной Армии, погибших в Великую Отечественную войну. В Национальном парке Угра Калужской области они посетили могилу неизвестного солдата. Весной силами Смоленской АЭС при поддержке Центрального аппарата «Росэнергоатома» памятник отреставрировали. Землю вокруг него замостили плиткой, установили ограду, скамью со столиком, посадили бегонии и туи. «Каждый дневный наш рабочий день – это тоже подвиг. Знаете, в какой сфере мы работаем, в какой отрасли работаем, нам не совсем бывает, но, конечно, сравнить все то, что сделали наши деды, для кого-то прадеды, наверное, невозможно и оценить – это должен каждый. Особенно, дорогие друзья, это важно для этих молодых людей, которые должны подхватить нашу инициативу и никогда не забывать тех, кому мы обязаны всем». «Семьдесят два года, как нет войны. Семьдесят два года за нами в Германии. Благодаря подвигу, ратному подвигу наших солдат победили фашистскую Германию. Мы сегодня собрались, чтобы отдать дань неизвестному воину, а вот на этой могиле все тем, неизвестным солдатам, известным солдатам, кто ценой своей жизни дал возможность нам жить, работать, жить с нашим семьям». После торжественных речей, минуты молчания за упокойной литургией по усопшим воинам, которую совершил настоятель Казанского собора Юхнова, протерей Алексей, возложение цветов и венков к могиле неизвестного солдата, руководителей центрального аппарата и филиалов Росэнергоатома заложили поблизости Яблоневый сад – символ мира и вечной памяти. Далее участники патриотической акции отправились к мемориальному комплексу Зайцева гора. Военно-исторический музей прославляет мужество и героизм, которые проявили части и соединения Западного фронта в боях за Варшавское шоссе. По разным источникам под Зайцевой горой погибло более 100 тысяч солдат и офицеров. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. Увидимся через неделю. Хороших новостей и всего вам самого доброго. До свидания.